Итак, что думают наши телезрители? Могут ли близкие родственники быть помощниками депутатов? Об этом буквально через секунду. Здравствуйте! Здравствуйте! В прошлый раз мы вас спрашивали, уважаемые телезрители, могут ли близкие родственники быть помощниками депутатов на платной основе. И вот какие результаты мы получили. В наших социальных сетях. Да, могут быть 25%. Нет, это недопустимо 67%. Затруднились ответить 8%. На ресурсе 2.9.4 ответы получили следующее. Да, могут быть 9%. Нет, не могут 91%. Затруднившихся не оказалось. То есть большинство наших телезрителей считает, что близкие родственники не могут быть оплачиваемыми помощниками наших депутатов. Да, я думаю, что на одной из ближайших сессий, возможно, такой закон даже и будет рассмотрен, как предложили наши коллеги на прошедшей сессии. Вообще, я предлагаю брать примеры с наших мультфильмов. Вот, например, у крокодила Гены помощником был Чебурашка, а у Виннии Пуха помощником был Пятачок. Но явно не близкие родственники. Это точно. Абсолютно противоположные. Итак, наша тема сегодня – дурацкие законы мира и несерьезные законодательные инициативы в нашей стране. Неоднократно в средствах массовой информации говорили, что и российские законотворцы грешат порой немножко странноватыми и смешными законами. Так вот, 1 апреля 2013 года в Госдуму был внесен очень необычный закон. Звучит он следующим образом – об охране граждан, о последствиях потребления чеснока. Депутат Сергей Иванов предложил законодательно закрепить, что сосание, жевание, нюхание чеснока в сыром или сушеном виде в образовательных, культурных, спортивных учреждениях запрещен. По мнению депутата, сокращение потребления чеснока существенно повысит рождаемость и даже увеличит производительность труда. Не исключено, что законопроект был бы действительно рассмотрен в комитетах и даже на пленарном заседании Государственной Думы, но, к счастью, сам инициатор в средствах массовой информации предупредил, что это, конечно же, первоапрельская шутка. Ну и таким образом он пытался, процитирую, «Ничто иное, как первоапрельская попытка посмеяться над собой и над коллегами, которые чересчур увлеклись принятием драконовских законопроектов по отношению к своим собственным гражданам». Самое смешное, что шутку чуть не приняли всерьез. Ну, а мы тем временем составили свой топ самых интересных законодательных инициатив Государственной Думы за последние несколько лет. Один из них – закон о чистоте русского языка, который был предложен к рассмотрению в Государственной Думе. Законом запрещалось использование англицизмов и американизмов в СМИ. Совсем было непонятно, как журналисты будут переводить компьютерную или финансовую лексику, аналогов которой нет в русском языке. А, между прочим, за это предлагались большие штрафы – от 2 до 50 тысяч рублей. Неоднозначную реакцию вызвал и закон об видеосъемке операций. Депутат Валерий Селезнев предложил обязать все медицинские учреждения снимать на камеру операции любого уровня сложности. «Ну вот и он, больной зуб». Только вот большой вопрос – кто бы из тех оперируемых согласился на такие неоднозначные видеосъемки? Виталий Милонов предлагал всех женщин, не родивших ребенка до 23 лет, отправлять в армию. Логика законопроекта очень простая – не хочешь рожать – иди служи. Депутат Государственной Думы Дегтярев предложил законодательно запретить шуметь до 10 часов утра в выходные и праздничные дни. Но вот что делать родителям маленьких детей или обладателям громких домашних животных, законопроект, к сожалению, не говорил. «Как хочешь, а ребенок должен молчать», – говорил в законопроекте. Клеймо для коррупционеров придумали депутаты Государственной Думы партии ЛДПР. Предполагалось всем коррупционерам ставить на ладонь букву «К». Есть в Кравском парке черный пруд, там лилии цветут, там лилии цветут, цветут. Впрочем, депутаты увидели не аналогию с фильмом «Три мушкетера», а татуировку, которую использовали в нацистских лагерях. Поэтому законопроект предложили отклонить. К счастью, все эти законопроекты были либо не приняты на сессии Государственной Думы, либо на них было наложено вето уже по принятию. Было бы, наверное, очень грустно, если бы такие веселые законы прошли. Но хочется отметить, что подобные законы принимаются не только в Российской Федерации, ими грешат по всему миру. Ну, здесь, наверное, особым рвением к таким законопроектам отличаются Соединенные Штаты Америки. Там даже действует несколько десятков организаций, которые борются с такими законами. То есть они их ищут и пытаются отменить? Да, одни из самых суровых законов – это законы техасские. Здесь, к примеру, запрещено делать стоя более трех глотков пива и стрелять по буйволам со второго, именно второго этажа гостиниц. Не менее суровы законы в штате Флорида. Незамужним женщинам здесь запрещено, например, прыгать с парашютом по воскресеньям. Женщина, погибшая в результате неосторожного обращения с электроприборами в ванной, должна будет заплатить 100 долларов. Что касается законов, которые сложно не нарушить, то здесь лидирует Арканзас. В этом штате запрещено, цитирую, кому бы то ни было, ни под каким бы то ни было предлогом приближаться к окнам и дверям избирательного участка ближе, чем на 15 метров в день выборов. Ну, соответственно, это делает преступниками фактически всех, кто приходит на избирательные участки в этот день. Но лидерами по тупым законам в США являются Калифорния и Индиана. В числе законов Индианы, например, запрет на принятие ванны в период с октября по март, продажа автомобилей по воскресенье, изменение цвета птиц и кроликов, ношение усов лицами, склонными к частым поцелуям, поедание арбуза в общественных парках, употребление стоя алкогольных напитков в ресторанах и барах. А с 1984 года в одном индианском городе действует закон, запрещающий пользоваться огнестрельным оружием для открывания консервных банок. Нарушителям грозит три месяца тюрьмы. Что же происходит в Европе? А Европа тоже отличилась. В Лондоне действует запрет на избиение жен после 21.00. Причина – крики избиваемой могут мешать спать гражданам. В соответствии с британскими же законами, интимная связь с королевским супругом или супругой и переворачивание марки с изображением монарха клейкой стороной вверх являются одним и тем же преступлением – изменой и караются одинаково. Кроме того, в Англии запрещено умирать в парламенте. Дело в том, что парламент имеет статус королевского дворца и умерший в парламенте должен быть похоронен со всеми королевскими почестями. Начитавшись таких законов, иногда, честное слово, становится обидно, что был отменен указ Петра Первого. А звучал он следующим образом. «Указую в ассамблеях господам сенаторам говорить только словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была», – приказывал Петр Первый. Не так много осталось до Нового года, поэтому мы не будем размещать в этой передаче традиционный наш опрос и просто хотим всех поздравить наших телезрителей с наступающим Новым годом и пожелать вам всего самого доброго в Новом году. Всех благ вам, удачи и терпения в наступающем 2016 году. С наступающим Новым годом! Субтитры подогнал «Симон»